В зимний период в детских садах и школах особенно остро встает вопрос заболевания гриппом и ОРВИ. Образовательные учреждения борются с этой проблемой, проводя различные профилактические меры. О каких именно мероприятиях идет речь, мы узнали непосредственно в одной из городских школ. Учреждением управления образования был проведен мониторинг количества отсутствующих в школах и детских садах детей. Выяснилось, что эпидемиологический порог как не был превышен до каникул. Таким он и остается на сегодняшний день. На руку сыграло также то, что в дни каникул дети проводили время на улице, а не в помещении, где вероятность заражения вирусом друг от друга гораздо выше. На сегодняшний день все школы, все дошкольные учреждения, учреждения дополнительного образования работают в нормальном штатном режиме. Проводятся меры профилактики, проветривание помещений, уделяется большое внимание разъяснительным мероприятиям по тому, что нужно сделать, чтобы инфекция не получила развитие. Надеемся, что нам удастся карантина избежать. В гимназии имени Антошкина, как и в других городских школах, к профилактике гриппа относятся очень серьезно. Именно поэтому на сегодняшний день процент заболевающих ОРВИ в учреждении составляет всего 5,6%. Нужно сказать, что в коллективе 30-го числа мы провели совещание, где рассмотрели меры профилактики, которые нужно принять. Я должна сказать, что в принципе все, что нужно, это санитарный режим, это мероприятие, связанное с гигиеной рук. Все это у нас в гимназии проводится. Может, поэтому и заболевших мало. Руководством детской поликлиники совместно со школьным был разработан план по ежедневному посещению фельдшерами учащихся гимназии. Ими проводятся санитарно-просветительская работа и другие меры по профилактике заболеваний ОРВИ и гриппа. Если же ребенок обращается в медицинский кабинет школы с жалобами, его обследуют, оказывают первую помощь при необходимости, вызывают родителей и направляют для дальнейшего лечения в больницу. В настоящее время ситуация, я считаю, положительной. То есть дети не часто обращаются за экстренную помощью, потому что они уже заранее предупреждены, проведены профилактические работы, проведена вакцинация. Они у нас закаленные, ведут здоровый образ жизни. Я думаю, что все-таки дети готовы или, как сказать, защищены от гриппа. Гульнас Филатова, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова